Казалось бы, только-только начались гастроли в Ильмусе, сегодня последний спектакль, и завтра предстоит дорогу в Москву. Был же, вам сказать, что я этих гастролей ждал очень долго, много лет, так как-то все не получалось. И спектакли в Москве, и гастрольная работа по стране, то пергизия, то грузия. Я никого не хочу обидеть, все хорошие. Но, говорит, очень хотела, причем мои коллеги мне говорили, что ты там туда рвешься, подумаешь. Ты же знаешь, там зритель какой. Я говорю, какой? Ну, такой, знаешь. Какой? Я ехал, как-то, знаете, с каким-то ощущением, что успеваю приехать в гостиницу, как мужчина. Подошел и так остановился, смотрел, смотрел, потом говорит, взяну что ли? Я говорю, да. А, говорит, с мамой? Ну, с мамой, кстати, в саду, говорит, что мне даты вот у тебя по телевизору смотрел, в общем-то. Так, говорит, по телевизору так лучше. Я говорю, ну а в жизни? Он говорит, еще хуже. Так что, я правда не знаю, может, это приезжий был. Потому что, что касается гостеприимства, конечно, здесь гостеприимство поразительное. И я думаю, что это неправы те, которые считают, что на Кавказе гостеприимства здесь нет. Я недавно в одном журнале получил, что оказывается, дети, некоторые продукты, которые люди раньше запросто ели, ужасно вредны для здоровья. Вот написано. И действительно, кто это мог подумать, что сахар, соль, отрада. Мы ведь раньше граждане как жили? Как хотели. Мы сахару сколько ели? Сколько в стакан влезет? И солили все, что было? Ну, правда, абсолютно все. Я не знаю, может, потому что все было, Бог его знал. Но мы с вами о здоровье не думали. Вот все бы умные люди определили, что сахар, соль, это белая смерть. А знаете, как определили? Очень просто. Умер один человек, стали выяснить от чего. И выяснили, что оказывается, всю свою жизнь он ел и сахар, и соль. Всю жизнь. Вот все 93 года. Какой же организм это выдержит, Господи? Я теперь чай пью без сахара. Я вообще соль не могу видеть. Оказывается, мы сами себя раньше жизнь укорачивали. Мы сливочного масла поскольку наворачивали. Оказалось, бейтем. От него появляет страшный. Холестерин. Да вы знаете, как определили? Поскольку от маргарина никакого холестерина не бывает. Это точно. От него только язва. Значит, холестерин от сливочного масла. Масло я теперь не ем под страхом желтой смерти. Дальше пошли. Пошли дальше. Помните, красная рыба была? Не помните, да? Неправильно, потому что красная рыба жутко отбивает память. Ой, особенно ситрина. О-о-о-о-о. Нет-нет, оситрина белая. Нет, белая. Белая бельдюга. Или бельдюга это птица. Ох, проклятая рыба, а? Начисто отбила память о ней. Вот, оказывается, что делает с людьми. Это смерть горячего и холодного копчения. Страшнее ее только черная смерть. И красная смерть. Черная зернистая смерть. И красная лозозерва смерть. Ну, вы знаете, как определили? Ну, так просто. Один инженер купил 200 граммов черной икры. Это же подумает, всего 200 граммов человек не смог дожить до получки. Я недавно, я недавно у одних в гостях был, у них икринка под диван закатилась. Катастрофа. Хозяйка в истерике, гости на коленях ползают. Они меня чуть не убили. Я эту икринку случайно ногой раздавил. Да меня это расстреляет, я эту черную смерть в рот не возьму. Слава богу, никто не предлагает. Значит, что остается добавить? Крабы, потом. Ананасы. Что это? Ананасы. И другие экзотические продукты. В первую очередь отражаются на психике. Это может быть. Вот это может быть, потому что я когда что-нибудь экзотическое вижу в открытой продаже. Мне кажется, я... Стоп! Это... Подожди, это что-то получается. Это вообще получается, куда ни сунься, тебя всюду поджидает какая-то серо-бурмалиновая смерть. Конечно, с одной стороны, но все это можно было бы и начихать. Поскольку эта смерть, она в первую очередь должна косить. Работников, гастрономов, их родных и близких их родных. Да? Ну, а с другой стороны, что же, они все это едят, едят. И с каждым днем все больше и больше. А нас с вами все меньше и меньше. Пора дольше. Аплодисменты. 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 Товарищи. Согласитесь, в каждом приличном городе должна быть своя достопримечательность. Скажем, в Париже это Ефелевая башня. В Риме это развалины Колизея. Конечно, в хорошем состоянии. У нас в городе Зареченске таких достопримечательностей было две. Прежде всего, это был дуб, в тени которого проездом останавливался Пушкин. И скульптура античного героя Геракла. Как известно, мужчины героических пропорций. Причем, что интересно, из одежды один меч. В могучей правой руке. И вот рассказывают, что как-то городское начальство, обходя очаги культуры, остановилось перед Хераклом, как укопанное. И возмущенно сказала, что я вижу. Ну, сопровождающие лица объяснили, что, мол... Что, мол, грек. Из античных. Фамилия Геракл. Начальство авторучкой ткнуло в середину композиции. И сказала, что грек без вас вижу. Вот у себя в Греции пусть стоит, как хочет. А у нас, что было, все как у людей. И завтра же. На завтра у Геракла все было, как у людей. Он стоял. Прикрывшись фиговым листком работы местного мастера Карла Лайчука. Розовый, как говорится, никем не надеванный листок нарядно смотрелся на потемневшей от времени в могучей фигуре. Наконец, Геракл мог, не стесняясь, честно смотреть в глаза зареченской молодежи. Каким ветром занесло в Зареченск комиссию по охране памятников старины, неизвестно. Увидев Геракла в обновке, комиссия чуть в обморок не упала. Это шестнадцатый век, это охраняется государством, немедленно отодрать эту гадость. Ну, ясное дело, Карлайчук за ночь свою гадость отодрал. И на утро Геракл снова стоял честно, по-античному. Греческие туристы оказались в Зареченске через два месяца. Товарищи, греки народ странный. С одной стороны, не пьют, но в то же время веселые. Бегают, смеются, все время нервили фотографироваться, все время. Хорошо, что пленку купили в Зареченском универмаге, срок ее годности истек в 1926 году. В общем, горсад оккупировали, глянь, а там стоит ихний земляк. Греки от радости очумели, поют, танцуют. Вдруг один грек со своей речей хай, причем профессор, наверное, потому что в коротких штанишках и в очках, как по-ихнему закудахчат, и показывает на Геракла. Переводчица переводит, что господин утверждает, это оскорбление их национального достоинства. Оказывается, то ли Каравайчук перестарался. То ли были ветры ураганной силы, но факт остается фактом. Стоит Геракл, в чем мать родила, вот именно, не полностью. Видя такое возмущение греческих товарищей, начальство дает команду присобачить фрагмент в кратчайшие сроки. И Каравайчук опять не подвел. Наутро Геракл был в комплекте, но в связи с чем пришло письмо из Москвы с вырезками из греческих газет и переводом. Геракловеды утверждали, что непонятно с кого... Что же это за манера? Что же это за манера? Прямо с утра нашепчут полные уши. Вы слыхали? Вы слыхали? Я не слыхал. Вы ничего не слыхали. А где? Что? Такое нашепчут. Такое нашепчут, пока глаза на лоб не вылезут. Зачем это нужно-то? Я не понимаю, зачем это вот это? Почему это? Ну, правда, ну, неужели не хватает нашей официальной информации? Ты у нас вон в газетах, в журналах, по телевизору, в кино у нас чего только не увидишь. Надо суметь разглядеть. Это другое дело. Так что глаза и уши на ширину плеч, товарищи. Вот уже не замечаем, привыкли. А совсем недавно на наших экранах начало мелькать обнаженное женское тело. Ну, правда, пока по частям. Понимаю. Но уже большими кусками. Поэтому зря вы эти шуточки, анекдотики. Ну, и надо. Зря. У нас до сих пор толком зря. Я сам видел. Своими глазами видел. На прилавке. Не пот, а на. Стоят книги. По теории и практике брака. Изданные в Белоруссии. На страницах идет серьезный разговор с употреблением таких слов, что, оказывается, у матерных выражений есть вполне приличные синонимы. Авторы публикуют письма женщин, из которых следует, что девичья скромность, воспитанная школой, женская честь, пронесенная нетронутой через годы супружеской жизни принесли плоды. Детей нет, мужья разбежались. И наши уважаемые брошенные женщины, стиснув зубы, пишут черт с ними с удовольствиями. Не для того живем. Ну, жалко детей, которых нет. На что авторы книги вполне резонно отвечают, что дети получаются только в результате того, что до недавнего времени считалось неприличным и недостойным нашего человека. А другого способа пока нет. Хотя ученые пробуют на морских свинках, где на эксперимент идут с неохотой. Вот и получается, что с одной стороны у нас, слава богу, не Швеция, где вот такие все знают, и с другой стороны у нас есть вот такие, которые ничего не знают. И в результате молодожены бьют запоздалую тревогу, они в письмах спрашивают, хотя бы намекните, как это делается. И им отвечают. Причем, что удивительно, им отвечают именно на те вопросы, которые они задают. И пошли благодарные письма. Спасибо за советы. Я впервые испытала чудовищную радость, хотя всю жизнь себя считала порядочной женщиной. Мало этого, сегодня утром мне муж сказал, что я жду ребенка. Так что в интимной жизни происходит просто революция, а говорят, мало информации. Или по телевизору сообщают, на Камчатке наводнение. Но жертв и разрушений нет. Нет. Поскольку население заранее знало и заблаговременно подготовилось. И тут же покажут Голландию. Которую утром залило, а вечером ущерб известен до Гульдена. То есть телевидение помогает наглядно представить, что может стихия, если застанет врасплох. Ну, хорошо, у нас к психийному бедствию всегда готовы, только и ждут. Знаете, а... А в Голландии не ждали? Но все равно тревожно. Все равно тревожно. Голландцам помочь нельзя. Но своим можно? Ведь на Камчатке под водой живут наши люди. Через три месяца появляется репортаж с тех мест, в котором говорится, что поселок стал еще краше, чем был раньше. Выходит, выходит и без твоей помощи, главное, без этого шу-шу-шу, сделали все, что смогли. А лишние подробности зачем? Не хотели тебя волновать? Не хотели тебя волновать? Работай спокойно. Работай, работай, будь готов к новоднянию. И все, вот тут, и все. Или, или, знаешь, говорят у нас, книг у нас не всем хватает. Да, книг не всем, а газет достаточно? Достаточно газет? И в газетах написано, что книг не всем хватает. Потом газету, газету надо читать, не надо, надо читать газету внимательно, в ней все написано. Все же в газете есть. На первой странице крупно набрано про то, что делается руками трудящихся, благодаря непрерывному творческому подъему царящему в трудящихся. На четвертой странице этой же газеты читаем филетон, в котором спрашивается, куда девать никому не нужные товары, выпущенные этими же трудящимися на миллион рублей. Артист Московского театра сатиры Зиновий Псаковский. Алло, это Люля? Люлёк, это я докладываю обстановку. Пока Дорофеев уехал в командировку, я сам решил собирать эту вот извиняю, членский взнос. Люлёк, работка не дай бог. Что значит, почему? У нас эти взносы никто платить не хочет. Вернее, хотят все, но никто не платит. И что интересно, причины, Люлёк, у всех разные, но отговорка одна, нет денег. Ты представляешь, я подхожу к чухно. Что ты чухно, что ли, не знаешь? Ну, Господи, ну, чухно из бухгалтерии. И я говорю, слушай, чухно. Ты, говорю, должно. Заплатите взносы. А оно мне отвечает. Где я тебе деньги возьму? Я говорю, какое мое собачье дело? Ты же, говорю, в бухгалтерии работаешь. Ты что, не знаешь, где деньги выбрать, что ли? Короче, чухно раскололось. Не то, что с Трепихеева. Там прям в лицо бросили. Я говорю, платить не собираюсь. Я по возрасту выпала. Я говорю, и получается интересно. Я говорю, с Трепихеева. Как, говорю, с мужиками знакомиться, так тебе 18. А как взносы платить, тебе 4 дня до пенсии осталось. Ну, Людек, больше всех намучился с Тулер. Я говорю, с Тулер. где, я говорю, Тулер? Что, говорю, Тулер себе думает? Я говорю, ничего не думает, ему нечем. У него, говорят, сотрясение мозга. Я говорю, что, если, я говорю, у этой Тулер, сотрясение, он уже не член? Людек, я в палате достал этот Тулер. Он пока в сознание не пришел, я с него за полгода вперед вырвал. Короче, я тебе рапортую, как председателю домашней ревизионной комиссии взносы собрал на сумму 549 рублей 90 копеек. Осталось доложить гривенник, можем купить цветной телевизор, пока Дорофеев не вернулся. И тебе спасибо большое, и Дорофееву спасибо большое, и всем товарищам с нашего предприятия. Спасибо. Народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Дом большой, молодежи много, поговорить. Ни с кем. Все разъехались. Кто на Бамчик? Кто на Сургутик? Кто на Усть-Илимчик? Ну, еще жон там Усть-Илимит, а я здесь Усть-Колымлю. Ну, жаль, что ни одной живой души нет, идет. Ой, кого мы видим? Кого мы видим? Кого мы лицезрим? Кого мы привесиваем? Куда же вы, красавица наша, ангел, наши песни? Куда же вы с таким рюкзачком-то в турпоходе? На природочку, на воздушочек, как говорится, песни под гитару, танцы у костра. Понимаю, попутный ветер вам пошла, 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 пошкандевала. Пекимора болотная. Знаем мы эти танцы, мягко говоря, танцы, а грубо выражаешь? Обжиманцы. Но она именно в лес направилась. А куда я ищу эти твои мордуленцы? Видели? Это же не лицо, рюкзак с ушами. Это же не в глазах консервные банки для сдачи анализов. Она именно в лес направилась. Ой, ой, туда и дорога. Кто же, кроме медведя, обнять-то захочет? Господи, дом большой, молодежи много. Поговори, не с кем. Все. Я вам обещал вначале сказать, почему спектакль называется «Где коза?» Я вам расскажу еще одну историю из этого нового спектакля. Автор этой истории Михаил Городинский. Я думаю, что после этого вам будет ясно, почему именно так, а не по-другому назван новый спектакль и о чем он. шартист выходит на сцену и вглядывается в зрительный зал. Он опять здесь. Я всегда это чувствую. что в зале сидит человек, который я не хочу сказать злой, плохой человек, не хочу. Просто это человек, который спускает такие лучи холода, что стоит только выйти на сцену, ты сразу чувствуешь он в зале. И ты еще не знаешь, где он сегодня сидит, какие у него глаза. С дамой он нынче. Или просто с женой. Ты говоришь, что все в порядке, артист в зале, твои друзья. Нет, я про первые ряды не говорю, там коллеги, родственники, ну дальше действительно друзья не пришли, потому что любят тебя. Они хотят тебе верить. Они не простят тебе фальши, которые простят другому, которому безразличны. Их не тронут твое слово, если они не трогают тебя самого. Эти слова. Они хотят тебе верить. Разве это не большое счастье артиста? Трудно. Кто сказал, что человеку должно быть легко? Кто, кто, кто? Какой идиот тебе отдал свою единственную мысль? Не ищи этого человека, не смотри в его сторону, не надо, забудь о нем. Думай о друзьях, какой ты мнительный. как все здоровые мужчины. Не думай о нем. Не думай. Вот так говоришь с собой. Немного успокоишься и начнешь что-нибудь рассказывать. Побезобиднее. так, чтобы уж совсем-совсем ничего. Например, вот эту историю про Серафиму. Это было очень давно. Я был тогда студентом второго курса. Я кончив первый, перешел на второй. Что такое студент? Объяснять не надо. Самый счастливый человек, у него есть все. Кроме имущества, жил, площади, одежды и, конечно, денег. Трудовых семестров тогда еще не существовало. Многие сами устраивались подработать как могли. Я не помню кто, мне кто-то посоветовал пойти проводником на скорый поезд. Сказали, конечно, оклады там небольшие, но если ты не дурак, тогда мне казалось, что я не дурак. В общем, я устроился на месяц проводником на скорый поезд Москва-Свердловск. Высовываю флажок, разношу постельное белье, раздаю чай и жду. Ну, чего жду, понятно? Чего с нетерпением ждет каждый нормальный проводник? А? Чаевых? Каждый нормальный проводник ждет кого подсадить. Вот и я день жду, второй, никого. Или мне такой вагон неудачный достался в самом конце поезда, или вид у меня был такой вообще. Если вы меня тогда в фуражке с флажком увидали бы, вы бы тоже до Свердловска пешком пошли. В общем, короче говоря, никого. И вдруг одна же на маленькой станции ко мне подходит какая-то старушка и говорит, здравствуй, доченька. Я говорю, здравствуйте, бабуля, я не доченька, я сынуля. Она говорит, сынуля, подсади. Я тебе благодарна буду. Я говорю, дочка, нельзя, не положено, поэтому быстро забирайся. залезай в туалет, а там будет видно. Она говорит, ангел, ты не меня, ты Серафима подсади. Я говорю, поскольку все равно не положено подкладывание. Серафима садится, только где она? Она говорит, здесь, Сима, Симочка, иди садись. И тут из-за кустов выходит коза. То есть, просто самые настоящие, с рогами, сиськами, все нормально. Я говорю, ну ты бабуся даешь, ты бы еще свинью привела. Она говорит, я мигом двадцать лет. Я говорю, ты что, забирай животное, давай. Она говорит, ой, сыночек, ой, родненький, плачет. Сыночек родненький, у меня под Свердловском внучок родился. Я сама старая, я не сегодня-завтра-послезавтра помру. Вот я им в подарочек Серафима, чтобы молочко-то всегда и всегда свежее. Пчелок залезла, деньги достала мне с этой. Я говорю, бабуль, давай так, забирай козу и... И тут вижу, что Серафима на меня глядит. Просто глаз не сводит. Вы не поверите, с тех пор ни одна женщина на меня так не смотрела. Ну, в общем, поезд тронулся. Я наверх, собираюсь закрыть дверь, и вдруг вижу, на нижней ступеньке стоит Серафима. Взгляд у нее уже такой, будто семеро козлят от меня. Скорость уже... Вот что бы вы на моем месте делали. Вам сейчас хорошо, вы можете думать сколько угодно. В общем, только я закрылся в купе с Серафимой. Как слышу, бежит по коридору проводницы из соседнего вагона и благим матом шепчет «Атас, ревизоры!» Ну, все, думаю, удачно пошел. А тут ушел Серафима, как назло. Бег! Проводница задихла, потом спрашивает, «Вы что, там не один?» Я говорю, «Да, тут зашла одна гражданская. Бе-бе-бе. Белье просит». А, говорит, «Да, понятно, а то я думаю, чей-то поводок из-под двери торчит». Минут через 20 пришли ревизоры. Ну, коллектив у нас в поезде подобрался дружный. Жили мы дурак в душу, все друг другу помогали, все друг друга выручали. Поэтому первый вопрос, который мне задали ревизоры, был, «Где коза?» «Нет козы», сказал я. Ревизоры были немолодые, опытные. Они поглядели на меня таким многообещающим взглядом, что я его запомнил навсегда. Они снова спросили, «Где коза?» «Нет козы». «Студент?» «Мы продолжим наш концерт по заявкам по многочисленным просьбам бездельников бездельников сферы обслуживания. Мы включили в нашу программу выступления этого вечного студента с позволения сказать с очка из кулинарного техникума. Зачем так издеваться? Я же его просил меня направить. Вы знаете, куда меня послали? Знаете? Вам зачем? Ну вот вы посудите, вот зачем нужно мужчине? Как сказать? Ну, ну, мужчине, который в положении, я знал, что вы не поверите. Я сам не верил, что бывает такое. Но мне рассказывал один дядька, что будто где-то в Индонезии какой-то мужик сразу пятерых сидел, ну, мало кто чего наврел. Но я вдруг сам чувствую, что-то мне ой-ой-ой. и я не знаю, что со мной. Я пошел нашу амбулаторию, там язык посмотрели, температуру померили, говорят, иди отсюда, ты практически здоров, давай. Я-то чувствую, что я не здоров. они так со мной разговаривают. В общем, я решил, что я сам определю, что со мной. Ну, вообще-то сейчас все свои болезни сами определяют, правда? И я взял медицинский справочник и все болезни подряд стал листать. И вдруг на 48-й странице по всем признакам. Что-что? Вот то, что я сказала. Белеменность. Я как узнал, я так удивился. Я еще подумал, вот бы Белянчиковой рассказать. Может, по телевизору покажутся. Прихожу утром в столовую и говорю, шеф-повару Петрович, не заставляй мне больше чугунные чушки таскать. Мне нельзя. Он говорит, чем можно тебе одному нельзя? Я говорю, мне нельзя. Я спала шмей. А он говорит, не ожидал. Не ожидал, что ты пьяный на работу выходишь. Я говорю, ты что, Петрович, мне и пить нельзя? Я же ребенка жду. Я говорю, мне даже смотреть на тебя нельзя. Мне теперь только на красивое надо смотреть, а то у меня будет ребенок на тебя похожий с сизым носом. А он говорит, знаешь, что, цачок, или как все чушки, тошка, или папа к врачу нищи справку, что ты будешь снимать. Мне уже нечего делать. Мне пришлось идти в эту районную поликлинику. Ой, вот это ужас. Вот где настоящий ужас. Карточку три часа искали, не нашли, слабые ударили, хоббитцы злые, все толкаются. И я еще без карточки решил, что на пять минут к терапевту зайду. Я зашел и сказал, доктор, дайте, пожалуйста, мне направление в женскую консультацию. Он белый, как бумага, стал. Дуком из кабинета пошел, говорит, посидите, я вам другого врача пришлю. Ой, другой пришел. Еще хуже, дерганный, косой весь. Ну, говорит, на что жалуетесь? Я говорю, готовлю стать матерью. Это так, кто отец? я говорю, я и отец. О-о-о-о-о! Вы из Швеции жняти сам себе отец, а к нам за алименты мы пришли. Я говорю, при чем алименты? Я пришел за направлением женскую консультацию. Это вам сейчас мигом оформим. Он берет ручку с бумагой, спрашивает у меня имя, фамилию. Я же ему говорю правду. Он не может проверить. У него карточки нет, поэтому он думает, что я уже вообще ку-ку. Я ему говорю, пишите, зовут меня Николай, фамилия Пржевальский. О-о-о! Вы еще и Пржевальский? Вы здесь один или с лошадью? Я говорю, я Пржевальский с детства. Да! У вас запущено. Что же вы раньше меня прощались? Я говорю, раньше я в таком положении не был. Здесь не секрет, кого ждете, я как дурак стал ему объяснять, что вообще-то я ведь не жду никого. Он говорит, не ждете, не надо, захотите заводить оху тройню, или вдруг так злорадно, разве так можно? Он же все-таки доктор. Ну, будет он думать даже, что я совсем уже ку-ку. Ну, издевать-то же нельзя. Будет, говорит, у вас два сына, неплохо и макло. Представляете, он дает мне направление и говорит, вот по этому адресу идите в консультацию к вашему приходу, я там всех обзвоню и вас, как родного, встретились. И я поглядел, и у меня, оказывается, вон, в психушку. А мне там делать, между прочим, нечего, потому что я нормальный, но по признакам не в положении. Ну, что делать? У меня три признака все сходятся. Все. Соленого хочется. Ну, там, репки, селедки, скорки какой-нибудь хочу. Потом я раздражительно стал, там, нахомят, нагрубят или в столовой брать, заставлять обязательства, которые, ну, нельзя выполнить. Вот все прям нормально реагируют, а я слезы, ну, вообще. Это самое, самое, приступительное, то есть, я тоже, здорово. Дневник молодого художника. Понедельник. Пора. Решил рисовать обнаженную натуру. Кто-то из самых великих говорил, ничто так не воспитывает художественный вкус и чувство прекрасного, как здоровое обнаженное человеческое тело. Вторник искал натуру для позирования в кафе Север. Обсчитали на семь с полтиной. Познакомился с Валей. Предложил ей мне позировать. Валя сказала, что не в ее правилах позировать в первый же вечер. Обещала позвонить. Среда в семь утра позвонила Валя. Сказала, что берет такси и едет. Приготовил краски, кисти, холст, ввинтил лампочку на 200 свечей. Решил нарисовать Валю сидящей на стуле с распущенными волосами. Валя приехала, распустила волосы, расстелила холст и легла. Стал рисовать ее лежащей. Рисовал минут пять, она вдруг вскочила, оделась, плюнула в палитру, сказала, я такого авангардизма не понимаю и ушла. Четверг ее зовут Олимпиада Николаевна. Такой торс. Даже Рубенцу не снился. Работает старшая буфетчица на вокзале. Позировать приехала прямо с вокзала. Привезла с собой четыре кило сарделек говяжьих, килограмм масла сливочного кусочками, скатерть, матрац, верхнюю полку от плацкартного вагона и ручной тормоз от поездов дальнего следования. Жаловалась на мужа. Говорила, что как немного выпьет, сразу путает фламандскую школу живописи со школы Рембрандта, а ее обижает, называя кукрониксой. Позировать согласилась только в темноте. Пришлось достать фонарик и освещать Олимпиадину натуру частями. Она тихонько смеялась и все говорила, ну, миленький ты даешь. Пятница писал очередь в пункт по приему стеклотары. Подошел какой-то небритый мужчина, долго стоял рядом, восхищался, потом попытался поцеловать меня в затылок, но промахнулся и упал. Я его поднял, он сказал, что зовут его Васькой, и за это потребовал семнадцать копеек. Я дал и спросил, не мог ли он мне немного попозировать. Он сказал, мог бы, и опять упал. Минут через сорок он встал, и мы поехали ко мне. По дороге ко мне прямо в автобусе Вася стал раздеваться. Суббота. Только что Вася наконец разделся. Его тело превзошло все мои ожидания. Оно было сплошь зататуировано и издали выглядело как один громадный синяк. Подойдя поближе, я увидел, что весь Васин вперед занимает известная картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы», от которой стояла подпись «Переход Суворова через Васю». А Вася назад это была картина Брюлова «Последний день Помпеи». Я стал Васю разглядывать, он закрылся, закричал, что все это подлинники. Потребовал 17 копеек и упал. В воскресенье звонил Олимпиада, сказал, что прийти не сможет, у мужа очередной зипой. Каждую ночь бледит, кричит, что при росписи собора Святого Петра в Риме, ему, Микеланджело, Рафаэлю, какой-то прораб-армянин неправильно закрыл наряды. Понедельник. Запер дверь, отключил телефон, разделся до нога, встал у зеркала. Отчаявшись найти натуру для позирования, приходится писать автопортрет. Миниатюра, которая называется Клуб знакомств. Алло, да, да, Клуб знакомств имени Гоголя слушает. С кем хотите связать жизнь? Фу, черт, это ты, Маша. Да я совсем уж с ума сошел. Я родную жену не узнаю. Маша, ну ты что, не знаешь, какие дела? Какие могут быть дела? Ты же знаешь, сколько за этот квартал я должен на невесте тебя женихать? План сумасшедший спустили. Я не знаю, что они думают, что директор здесь, Господь, Бог, что ли. Да, дефицит не дают. А что, не пьюшь, их вообще не бывает. А не знаю, почему, база не присылает. Представляешь, импорта никакого. Блондинов второй год не видим. Да, вон, прислали партию лысых. И те вторые роста. Маша, нет товара, план давай. Говорят, план не сделаешь, голову снимем. Машу линейка, да, работать надо, план горит. Так, гражданушка, может, возьмете что-нибудь, а? Ну, посмотрите, красавцы какие, а? А? Что, говорите, мелкие все какие-то? Ну, вот, посмотрите, вот этот, чем плох мужчина? Встаньте, пусть она на вас посмотрит. Вы уже стоите. Мелкие. Ну, возьмите несколько на вес. Что вам, милая? Пожалуйста, не трожьте меня, я ниже них, я здесь директор. Я женат, у меня своя машина есть. Товарищи мужчины, пожалуйста, выбирайте энергичнее. Я понимаю, что, конечно, глаза разбегаются. А, товарищ, вот у вас, если честно, разбегаются. Я вижу, вижу. Он просто, кассивый, господи. Слушай, вот женщина, обратно сдаёте. Спасибо, мы назад не берём. С таким трудом спихнули теперь назад. Что значит бракованный? Что значит бракованный? Не надо на ушко мне ничего говорить. Не надо на ушко ничего говорить. Откуда я знаю? Может, вы им пользовались? Не надо мне на ушко ничего. Да посмотрите, на нём лица нет. Ничего себе, как новенькие. И обмедывать вам ничего не будем. А не знаю, куда его. В комиссионку несите. А не хотите, давайте срок продавайте. Друзья мои, смелее, смелее. Ну, чего я так долго думаю? Это ж не шахматы. Ну, кто верит в любовь с первого взгляда? Ко мне? Милая, не в том смысле ко мне. Я предупреждал, что я не жених, я директор. Ко мне в смысле в кружок. Пожалуйста, женщина, вы верите в шумбу? Вижу, что верите. Замечательно. Давайте так. Сейчас дверь откроется. Первый мужчина, который войдёт, ваш жених. Договорились? Вот так будет. Вот дверь открывается. Дверь открывается. Вот наш жених. Дедуля, вы, пожалуйста, проходите. Что вы засмущались? На ушко хотите сказать? Ну, скажите. Хотите. А? Ну, я понимаю, хотите пригласить одну из них? Я понимаю, что они меня куда пригласить? Ну, куда? Там в ресторан домой? Куда? В музей Бородинской панорамы? Ты же участник сражения, что ли? Ой, дедуля, вы меня простите, нервы совсем разгулялись. Пожалуйста, дедушка, выбирайте, какая нравится. Это, это, это. А? Не понял. С какой хотите витрины? С какой витрины? Какую старушку с длинными волосами? Боже, это портрет Гоголя. Вы что? Можно с таким товаром план сделать? Я вас спрашиваю. Тихо, тихо, гражданушка, что вы видели? Куда я блондины спрятал? Под какой прилавок? Это подсобный рабочий напился, вот и лежит. Все равно годится. Слава тебе, Господи, мы его сейчас подыдем, почистим. Федя, Федя, я прошу тебя, Федя, Федя, что тебе трудно жениться, что ли? Федя, слышь, давай, Федя, день женится, день анкул. Давай, Феденька, я тебя прошу. Гражданушка, что же вы забираете, пока он стоит, а? А? Я забыл сказать, он у нас один не идет, он в праздничном наборе только. Вместе с дедулей, пожалуйста. Уже хотите до завтра подумать? Ну, пожалуйста, думайте до завтра. Но вы зря рассчитываете, дед крепко до завтра протянет. Так, женщина, вы кого выбрали? Его? Хорошо, товарищ, идите сюда. Женщины, не волнуйтесь, не стесняйтесь, знакомим деликатно, сейчас все будет, вот так чисто, как будто чисто случайно. Товарищ, здравствуйте, кстати, вы не знакомы, моя родная сестра. Гария зовут, Квитландская 82. Что, что? Вы худую хотели? А это? Ну, приглядитесь. Знаете что? Знаете, посмотрите на нее совсем, знаете, давайте, давайте сейчас мы ее с вами обойдем с обзором сторон, давайте. Пошли, 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 пошли. Вот мы ее обходим с левой стороны, пошли, обходим, обходим с левой стороны, обходим. Не устали? Ну, вот мы уже со спиной, видите, все. Видите, как быстро? Поглядите на нее со спиной, какая красота, а? Ой, какой ведь открывается. Это же Эльбрус. Ну, так, сейчас приближаемся к правому боку. Я же говорил, до беда круг сделаем. Ну, что вы, вы нервничали. Товарищ, куда на четвереньке? Куда пополз? Товарищ, куда к выходу? Назад, товарищ! Дедуля, ты куда звонишь? Федя, куда вы все ползете? Мужики, назад, мужики! Боже, все, выползли, одни тетки остались. Все, план горит, голову не сносить, вызываю огонь на себя. Невесты, одевайтесь, все ко мне домой. Маша поймет, я так Маше и скажу, Машуля, извини, работу на дом взял. Мы продолжим наш концерт по заявкам. Вот еще одно письмо, оно пришло к нам с бумажного комбината. Автор этого письма пишет, с детства увлекаюсь художественной самодеятельностью. Самый любимый жанр фокуса. Кое-каких успехов я в этом жанре уже добился. Судите, сами пишут нам автор письма. Работать мы начинаем в 8 утра, а в 5 минут 9 меня уже никто найти не может. Таких фокусников, как я у нас на комбинате, много, гораздо больше, чем нынче мы производим бумаги. Если можно, пусть мой праздник, для меня выступит какой-нибудь представитель именно этого любимого мною с детства жанра. Мы выполняем эту просьбу на сцене исполнителя невероятных трюков и совершенно уникальных манипуляций. на-а-а-а-а-а-и, на-а-а-а-а-а-и, на-а-а-а-а-а-а-и, ты уходя оставляешь меня. Дорогие друзья, мне очень приятно, что меня так любят бездельники. Это вообще приятно, когда работает кто-нибудь другой. Многие товарищи удивляются, как это так много лет у меня получаются мои головоломные трюки. Некоторые считают, что это происходит от того, что я имею ладошка с двумя меднами. Я могу сейчас подниматься в балкон, могу спускаться на партер, мне все равно. Я могу дать проверять свои ладошки. Я вас только прошу, вы меня не щекотайте. Я очень боюсь от щекотки, поэтому я так долго не мог стать народный артист Советского Союза. Но сегодня я хотел бы вам рассказать о конкурсе иллюзионистов, который недавно проходил у нас. Задача конкурса ходила следующая. Нужно было взять этот простой, обыкновенный коробкой. Вот этот обыкновенный коробкой. Внутри совершенно пустой, вот такой. Обыкновенный внутри пустой коробки, который сделан из скромной красной дерева. У меня дома вся мебель такая. И нужно было из этой пустой коробки достать что-нибудь редкое. И я бы сказал, что-нибудь супер уникальное. Дорогие товарищи, в этот конкурс принимали участие... В этот конкурс принимали участие самые выдающиеся артисты, земная шара. И первая на сцену поднялся факир из Индии артист, который умеет делать буквально все. Лежит на гвозде, кушает толченое стекло. В общем, это был живой Иок. И сам Иок, и папа у него был Иок, и даже был Иок его мама. Он этой коробкой брал, переворачивал, ходил вокруг стула. Вы представляете, весь зрительный зал буквально замирал от нетерпения. После этого он коробки ставил, открывал, ничего. Вслед за ним на сцену поднялся факир из острова Огненная земля. Дорогие товарищи, это самый лучший фокусник во всем мире, как он про себя думает. На самом деле он только на втором месте. А кто на первом, я думаю, вам и так ясно. И он тоже этой коробкой брал и переворачивал, ходил вокруг стул, читал при этом самые разные заклинания. Ахалай, махалай, бахалай. Ахалай, махалай, бахалай. После этого он коробки ставил, открывал, бахалай. И вот уже после него на сцену вышел ваш покорный слуга. Я не слышу бурные аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу вам сказать без всякой лишней похвальды, что на этой конкурсе я выступал и как участник, и как председатель жюри. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что у меня никогда не бывает, чтобы не получать. Все предыдущие исполнители допускали элементарные ошибки в исполнении этого трюка. Чтобы у нас из пустой коробки что-нибудь уникальное достать? Никакий Ахалай, махалай, бахалай не нужно. Достаточно эту коробку поставить, подойти, постучать, сказать, я от Ивана Сергеевича. АПЛОДИСМЕНТЫ И все. АПЛОДИСМЕНТЫ Рассказ Михаила Городинского, который называется «Ночное». Страна Италия была хоть и красивая, но мучительная. От жары, экономии и быстрой ходьбы с копом Пелюгин нещадно устал. Наконец, вытянув натруженные об Неаполь ноги, он прилег и мгновенно заснул. Его соседа по номеру оленевода Бильдыева ела ностальгию. В первые дни он еще как-то держался и в Риме во время экскурсии даже задал вопрос экскурсоводу. Он спросил, знает ли она, как запрягать оленя. Во Флоренции он купил мыльницу, блесну, с рук тамошнего мотыля, после чего совсем потерял интерес из-за немог. Пелюгин проснулся от какого-то странного звука. Бильдыев сидел на полу, курил самокрутку, свернутую из тысячелировой бумажки, раскачивался и тоненьким голосом напевал «Нарьенмар, Нарьенмар, городок невелик и немал». В дверь номера громко постучали и, не дожидаясь ответа, вошел в старший туристической группы. «Собирайтесь, товарищи», громко сказал старший. Нам дали добро на стриптиз. Пелюгин ничего не понял, но покорно слез с кровати и стал собираться. «Вставайте, Бильдыев! повторил старший. Мы идем в ночной бар. Не хочу бара, хочу Нарьенмара». Складно проскулил маленький Бильдыев. Старший хотел что-то объяснить, но, передумав, поднял Бильдыева с пола, всунул его в одежду, крепко взял обоих туристов под руки и повел вниз в холл отеля, где дремали остальные мужчины группы. «Товарищи!» – разбудил старший. «Мы первая туристическая группа, которой доверили просмотр здешнего стриптиза. Вы, конечно, понимаете, что в связи с этим на нас ложится. Все ли готовы правильно увидеть это уродливое явление? Как, по-вашему, человек гордый, непримиримый, к тому же уверенный в завтрашнем дне должен отреагировать, если чуждая ему женщина на чужбине, под чуждую ему музыку будет с себя снимать чуждую ему одежду и к тому же за деньги? Рыжий турист из Воронежа предположил. Он должен сказать, «Зря старайся, подруга!» «Надевай все обратно и возвращайся в семью!» «Неправильно», — сказал старший. «Это грубо и не по-европейски. Они подумают, что вы человек с узким кругозором и у себя в Воронеже никогда стриптиза не видели. Давайте рассмотрим аналогичный случай. Возьмем мирные условия. Предположим, вы стоите у себя дома у окна, а в окне напротив, ни о чем не подозревая, вот уже около часа стоит ногишом голая женщина. Ваше действие? Турист из Харькова сказал, «Стою еще полчаса. После чего решительно ухожу в другую комнату. Там у меня тоже окно, только побольше. Так и что вы при этом чувствуете?» «Ну...» «Я при этом чувствую уверенность в завтрашнем дне». «Вы за кого меня принимаете?» Яростным шепотом спросил старший. «А вы за кого меня принимаете?» Переспросил турист из Харькова. Вообще, этот харьковчанин был подозрительный. В Риме во время экскурсии неожиданно выяснилось, что он знает, когда и кем основан этот город. Не иначе там у него жили родственники. Вдруг турист Мамаладзе из Батуми решительно заявил, «Не пойду!» Руки и губы у него дрожали, «Никуда не пойду!» «Это еще почему?» спросил старший. «Я не уверен, что правильно отреагирую!» Я человек специфический. Я без пищи неделю могу. Без воды пять дней могу. Без женщины тоже некоторое время дня могу, но все время нахожусь, как по-русски правильно сказать, в приподнятом настроении. Я никуда не пойду. Не может быть и речи Мамаладзе, сказал старший. Вы знаете, какая обстановка в мире? А тут мы вас одного оставим в таком приподнятом настроении. Старший вскинул левую руку, посмотрел на часы, вскинул правую руку, посмотрел на вторые часы, выстроил всех по росту, пересчитал, загибая пальцы, крепко... Продолжение следует...